Ну что, всех приветствую на своем канале. В общем-то, вот доделал то, что хотел доделать в этом году. Это поставить душевую кабину в загородном доме. Душевая кабина марки Тритон. Сейчас посмотрим, как она выглядит. Чуть-чуть еще не доделал. Там совсем чуть-чуть. Потому что не хватило запчастей, грубо говоря. Ну давайте посмотрим. Итак, дальше отойдем. Вот так выглядит душевая кабина марки Тритон. Дверцы. Вот не поставил еще ограничители для дверей. Они ставятся там сверху и снизу, чтобы дверцы не стучали. Так. Вот так она выглядит в закрытом состоянии. Там, кстати, еще тропический душ. Вот он здесь стоит. Сейчас покажу. Тропический душ такой. Вот здесь все пластиковое. Мне, к сожалению, такое не нравится. Я, наверное, буду тут модернизировать, запчасти менять на металлические. Не знаю, как-то металл мне больше нравится. Но ручки пластиковые, вроде как, особо не замечаешь. Хотя тоже хотел купить металлические. Пока оставлю. Но вот там надо будет постепенно заменять все это дело на металл. Такой поддон, низкий поддон. Сейчас все подключено. Вода есть. Я сейчас пока не буду в воду. Единственный минус этой душевой кабины. Она собирается на... Сейчас покажу, как он выглядит. Вот на такой силиконовый герметик. Это особенность этой душевой кабины. Санитарный, бесцветный, антигрибковый для ванной и кухни. Тут все, короче, все швы, около стекла. С той стороны все это герметизировалось. Вот так он, глядя, здесь сзади. Вон там подводка идет. Сверху идет шланг. И здесь подводка тоже воды. Горячая, холодная вода. Ну вот, когда буду ночевать, уже попробую испытать ее. Посмотреть вообще, где что подтекает, не подтекает. Сейчас все у меня засиликонено. Посмотрим. Поделюсь впечатлениями. Вот как раз в это видео вставлю, когда помоюсь уже. Чтобы вам сказать, как у меня впечатления после того, как я помылся. Ну, если где-то будет потекать, еще буду силиконить. К сожалению, сначала хотел другой марки взять, дешевых. Но у нас на заказ такие не привозят. Здесь нету бортика, вот в этом месте. То есть, примыкание рамки разрядилось, не договорил, да? То есть, если бы здесь был бы бортик... Вернее, вот видите, да? Сейчас мы откроем. Бортик на поддоне. То было бы все отлично. Бортик бы был по всему периметру. Здесь бортика нет, к сожалению. Поэтому, все надо силиконить. Все стыки стекла. Прилегание рамки вот этой стойки. Собирал я душевой. Там писали, давай запускай стрим, чтобы собирать. Все это нет. Но это вообще нереально. То есть, собирал я ее целый день. Потихоньку. Инструкцию смотрел, видео смотрел. Вот. Поэтому не стал ничего запускать, а собирал спокойно, не дергаясь. Вот там наверху вот так, выглянет. Все. Такие ролики. Такое стекло. Вот это все стекло. Стекло, стекло. Боковые. Одно стекло, второе. Стекол много. Стекла тяжелые. Здесь, конечно, одному тяжеловато. Мне Лёва помогал. Поддерживал там кое-что. Поэтому. Собирать, конечно, одному. Немножко проблематично. Но реально. Реально. Вот. Привезли мне ее сюда, на дачу. То есть, заказал я в российской сантехнике. Сейчас посмотрим инструкцию, как выглядит. Вот инструкция. Здесь не написано марка. Не написано марка. Ну, фотографии-то у меня есть, как она называется. Могу, в принципе, вставить потом в видео. Вот это инструкция. Все. Еще одна проблемка была. Это слив воды. То есть, вода немножко не уходила, как бы. Вот она здесь не стояла, а стояла здесь. Поэтому пришлось гофру подрезать, который идет в слив. Но немножко есть запах септика. Это единственный тоже минус. Но вода уходит. Вот она здесь практически не стоит. Вот так маленько есть, конечно. Ее можно туда согнать. На зиму, например. Здесь, наверное, все равно придется заливать незамерзайку туда. Немножко добавлять. Совсем чуть-чуть. Такой тоже механизм. Такой клапан. Все просто не вставляется. Вот. Такие тонкости, такие нюансы. Стоит у нас... Мне в российской сантехнике сказали, если хотите, да, вам соберем ее. Стоимость сборки у нас 7000 рублей. Я отказался. Сказал, буду собирать сам потихонечку. Ну, вот, как видите, реально собрать. Все нормально. Душевая стоит. Я доволен. Ну, вот, надо помыться, конечно. Попробовать хочется, как это все. Туда залезть. Сейчас покупаем банные полотенца сюда. Коврик надо сюда. Вот сюда коврик я уже постелил у входа. На новый пол. Мочалки надо. Мыло. Единственное, тоже еще один минус. Нету зеркала, чтобы здесь, например, бриться, да. И нету полочек. Тоже ставить что-то. Это, конечно, минус. Ну, она бюджетная душевая кабинка. По деньгам вышла где-то в районе, ну, что-то около 25, что ли. 24-25, вот так. Ну, ладно, буду пробовать. Смотреть. Дождь сильный, кстати, идет сейчас. Ножник, гоня. Ливень прямо сейчас домой ехать. А там ливень. Посмотрим. Ух ты, поливает как, а? Поливает хорошо. Как-то мне надо до дома еще добраться. Я уже в этом году первый раз печку топил. В прошлый раз, когда ночевал, ночью было очень холодно. Где-то плюс 4, плюс 5. С вечера протопил. Прямо очень жарко стало. Но я вот буду видео снимать, когда сюда выберусь еще помыться. Тут переночевать как раз. Печку потопим. Посмотрим, как тут вообще будет. Ну, вообще, сентябрь холодный. То есть, вот, температуры такие, что днем плюс 9, ночью плюс 4. Даже заморские. Уже огурцы, кстати, уже тоже подмерзают. Ну, все, тогда допишу дальше сюда свои впечатления. И потом выложу это видео. Всем приятного просмотра. Итак, друзья, приехал на выходные на дачу. Сегодня хочу испытать душевую кабину. Ну, я, в принципе, уже вчера пролил ее здесь вот. По углам. Ну, вообще, по периметру. Где тут все загерметизировано. Вода вроде не капает. Все нормально. Но сегодня надо помыться, полностью уже тут побрызгаться. Проверить уже, как она будет себя поведет. Хочу сейчас еще снять вот эту защитную, вот эту, пластик защитный. И подножки еще что-нибудь усилить, там, положить какие-то такие, ну, что-то придумать. В общем, чтобы она более, как бы так, еще более устойчивая была. То есть, чтобы вообще ни туда, ни сюда. Плюс, кстати, этой душевой, то, что у нее поддон из толстого акрила. Что-то там, я сейчас не могу точно сказать. Ну, что-то 5 миллиметров, что ли, толщина или больше. То есть, он вообще вечный. То есть, ничего ему не будет, никто его не раздает. 500 килограмм выдерживает поддон. Вот. И хотел еще сказать, что когда собирал, допустил одну такую очень серьезную ошибку. Нехорошую. Я ее определил не сразу. Когда начал тут что-то делать, я уже не помню, чего внутри. В общем-то, вот эту стенку я поставил правильно, стекло, внутрь. А вот эту стенку я поставил наоборот. То есть, получилось, что стекло у меня туда, в ту сторону, а сюда окрашенная сторона. Но она вот на глаз так особо не определишь. Только из-за того, что вот здесь гладко. Там она, вот сейчас, я не знаю, увидим здесь. Вот. Цвет такой же, но она не гладкая. Определил я, потому что там начала у меня внизу краска отходить от влаги. То ли еще чего-то, то ли от силикона. Смотрю, не пойму, что такое краска отходит. Почему краска? А потом, смотрю, здесь же у меня стекло, а здесь не стекло. В общем, когда собираете, обязательно смотрите, чтобы здесь внутренняя сторона была стекло. Ее, во-первых, хорошо мыть, а краска, она от влаги потом здесь все облезло бы. И пришлось мне переделывать. Пришлось переделывать. Трудно это было сделать, потому что я уже с сюда, герметиком силиконовым, все тут, все вот это. То есть, ну, не если там нормально все было, вот это вот место, пришлось и вот это стекло снимать. Ой, в общем, помучился я тут, помучился, чтобы вот, когда уже засиликонено, силикон вообще крепко схватывает. То есть, я еле-еле вытащил вот это стекло обратно, чтобы его перевернуть. Все это дело один. Ну, в общем, все получилось удачно, сейчас все нормально. Все, я уже ни о чем не беспокоюсь. Ну, что, вот и осень уже. Сентябрь. Скоро уже почти середина сентября. Ну, сейчас такая погода, что, как можно сказать, что бабье лето. Днем где-то плюс 14 солнышко. Ночи холодные. Ночью где-то даже заморозки. Плюс 3, плюс 4. Сегодня буду ночевать, наверное, печку потоплю вечером, прогрею. Чтобы мне сполоснуться в душевой. Косить уже, наверное, не буду в этом году. Дрова уже не так сильно растет. Сейчас днем тепло. А вечером похолодает очень сильно. Время уже седьмой час. Прогреваю помещение, чтобы помыться первый раз в душевой кабинке. Ксюша, прости. Прости, Ксюша. Но уходит Валерия. Оценил. Лерочка, вы прекрасна. Ну, чуть-чуть уступила. Спасибо. Так, ну давайте тогда пока... Расскажем про плюсы и про минусы этой кабинки. Фирма Тритон. Фирма Тритон. Я изначально хотел заказывать фирму Эрлит. Фирма Эрлит тоже российская. Тритон тоже российская. Ну, сейчас пока про Эрлит ничего не буду говорить, да? Ну, там она дороже как бы, да? Эта кабинка более дешевле. Ну, давайте вот про эту кабину конкретно, да? Какие вот я выявил плюсы, какие минусы. Мне показалось. Сейчас я расскажу это. Ну, давайте тогда, наверное, с минусов, да? С минусов начнем. Первый и главный минус это то, что эта кабинка собирается на силиконовый герметик полностью. То есть, есть кабинки, в которых вот этот бортик, то есть, он выше. Бортик поддона акрилового выше, чем вот эта вот металлическая рамка, да? То есть, если бы она была выше, вот, например, вот так вот, да? То вода бы никуда не уходила бы и не надо бы никакой силиконовый герметик применять. Фирма Ирлит выпускает кабинки, которые собираются без силиконового герметика. Фирма Тритон, она собирается только с силиконовым герметиком. Если вы будете её собирать без герметика, то у вас кабинка будет течь. Со всех щелей, так скажем. Это один, ну, главный минус этой кабинки. Второй минус. На мой взгляд, как бы, эта кабинка, конечно, бюджетная. Но хотелось бы, конечно, что-то бы лучшего. Вот эти все детали, они пластиковые. Да-да, не удивляйтесь. То есть, я уже заказал вот эту деталь металлическую заменю. Поставлю. 600 рублей. То есть, каждая деталь примерно по 600 рублей. Если менять их на металлические. Ну, душ, ладно, пластиковые, это, в принципе, ничего страшного. Ну, вот эти вот детали, которые пользуешься, да? Когда металл, она как-то более в руке, лучше. Ну, как бы, чувствуется. На мой взгляд, опять же, субъективно. Это второй минус. Это второй минус. Что ещё из минусов? Даже, ну, инструкция, конечно, ну, она может быть у всех кабинок такая, не очень функциональная. То есть, если собираешь первый раз, например, по инструкции, очень сложно собрать. Лучше какое-нибудь посмотреть видео по сборке кабины. Ну, тоже, как бы, небольшой, но минус. Но минус. Ну, давай сейчас к плюсам, а потом, если вспомню ещё что-то, ещё что-то, то уже расскажу. Первый плюс этой кабинки – это акриловый поддон. Акриловый поддон, если не ошибаюсь, он около 5 миллиметров, либо даже толще. Толщина акрилового поддона. Очень прочный поддон, то есть, он выдерживает до 500 килограмм. Это большой плюс. Понятное дело, что тут нагрузки большой не будет, 500 килограмм. Но всё равно, то есть, чем толще, тем лучше. Это главный плюс. Потом второй плюс – это цена, конечно, кабинка бюджетная. Ну, опять же, вернусь к минусам. Вот сейчас вспомнил. Кабинка бюджетная, как говорил выше, да? Ну, хотелось бы какое-то зеркальце здесь, да? Я уже не говорю, там, радио тут в душевой кабине, там, или гидромассажа. Это, конечно, уже здесь нет. Но хотелось бы зеркало какое-то такое простенькое и какую-то полочку, чтобы поставить там рельно-мыльное. Вот это тоже минус. Так что вот это отнесем к минусам. Вот. И ещё раз повторюсь, плюс – это цена, бюджетная кабина, она в порядках, ну, где-то вот… Сейчас я уже не помню, надо посмотреть там по документам, сколько она вышла. Ну, где-то порядком 23-24, ну, максимум 25 тысяч. Такая кабинка будет стоить. Ну, плюс там доставка, естественно, если кто-то повезёт её с доставкой. Вот. Главный плюс – это, конечно, цена, бюджетная кабина. Детали, в принципе, мне понравились. Всё сделано довольно-таки аккуратно, всё выкрашено. Стёкла хорошие. То есть, эта кабинка состоит из стёкол. Вот эти вот, вот эта часть стекла, вот эта дверца стеклянная, плюс внутри стеклянные стенки. Кстати, которые вот подключаются, где шланги, всё там сделано из латуни. То есть, всё крепкое, всё надёжное. Шланги неплохие, всё нормально. Нет, шланги, которые вот идут в горячо-холодную воду, это надо уже докупать отдельно. Потом есть гидромассаж такой душ, тоже, в принципе, неплохой, как тоже плюс-понус к этой кабинке. Ну, в принципе, у всех более дорогих кабинок там, понятное дело, это тоже есть. Ну, я считаю, что это как бы есть крыша, да, у неё. И поэтому есть такой вот душ. Вот. Что ещё? Вот, кстати, сегодня усиливал ещё, сейчас не буду уже снимать вот это защитное ограждение. Усиливал ещё ножки, подкладывал там специальные ещё подставки, чтобы она была более устойчива. Сейчас она вообще не качается. Изначально она маленько качалась. Ну, сейчас качается, но уже более устойчива. Так же, ручки тоже пластиковые. Можно поставить металлические, доплатив там, это не проблема, в принципе. Вот. Ну, вот, в принципе, то, что я для себя отметил. Какие плюсы, какие минусы. Всё об этом рассказал. Вот, сполоснулся. А, в первые впечатления, вообще классно, конечно, да. Весь красный прям вообще тут распарился. В душевой кабине вообще прям, ну, жарко прям. Закрываешь когда дверцы, открываешь их, там пара туда выходит. Не, ну, впечатления очень такие, ну, приятные, когда вот на даче первый раз моешься. Здесь ещё прохладненько так было, но сейчас печка натопила. Ну, что, по герметичности. Вот тут фонариком посветил, короче, там в одном месте надо будет промазать здесь. И вот здесь ещё промазать ещё раз. Тут всё по периметру. Вот до сюда вот. Всё. Остальные места всё. Вот этот кожух снимал, смотрел под низом. Там везде. Нигде больше не течёт. То есть, в двух местах здесь и там. Всё. Это я всё сделаю. Ну, так, стенки в воде. Тут всё сырое. Понятное дело. Ну, этот тропический душ вообще понравился. Прикольно включается. Только я что тут не понял, почему тут тропический душ включается. И вот здесь вот что-то из этой лейки течёт. По идее, должно как бы, если переключаешь, то здесь не течёт, там течёт. Но это надо разобраться ещё. Ну, в общем-то, всем доволен. Вот. Душевая кабина на даче, это прикольно. Да, это, ну, что-то новенькое. Так что, ну, вот свои впечатления. Я рассказал, подробно всё показал. Ну, если что ещё добавить, добавлю в это видео. Пока всё. Субтитры сделал DimaTorzok